Но потому что это реально, это кошмар! Но это же Ялта! Друзья, всем привет! С вами из Крыма Алена Бордовская и... И Юля! Да, с другого канала. Крым глазами местных, они местные тут снимают. И вот сейчас, как местные, они меня водят по Ялте. Юля, что мы сейчас идем смотреть? Идем смотреть реконструкцию Приморского пляжа. Недавно ее начали реконструировать. И вот, в общем-то, вот так это выглядит. Неужели в Ялте будет где свою попку помакать? Нет, попку-то и было помакать где. Но вот я теперь смотрю, что тут будет дальше, вот по этим сваям, да, будет расширение вот этой вот второго этажа, да, где будет прогулочная дальше зона, вот начиная вот набережная. То есть набережная потом будет, главное, перетекать сюда и, наверное, и дальше туда. Подожди, а этот пляж, а центральная набережная там, да? Да, да, ну ладно же там, там видно вдалеке Арго, вот эти... Ага, понятно. А что, они уже загорают, что ли? Ну, конечно, как же. Это местные повываливались. Не, серьезно, какие местные? Пятницы, еще рабочий день, вон же рабочий печальный канаты собирает. Это все туристы, я тебе говорю. Так, подожди, я не поняла, его что, два года, что ли, делать будут? Да. Даже говорили три, я удивлена, что тут... А, смотри, он по типу Массандровского, вот эти всякие... Да, вот это как раз второй этаж получается. Вот, вот эти сваи повбивали, и сверху вот это будет продолжение. Слушай, и что, два года там не покупаться, что ли, я не поняла? Я не знаю. Но летом же мораторий в Ялте на строительство, значит... Поэтому не должны строить, поэтому они уберут всю технику, откроют заборы и будут как-то вот... Как что есть, что есть, то есть, а потом достраивать опять зимой. Так что не переживайте, в Ялту ехать можно. Какая у вас тут красота! Да, все местные недовольные, понастроили тут железных монстров, весь парк застроили. Ну, кстати, да, по идее же не должны были море перекрывать, не собственно. Можно еще построить, еще предпроили. А, так что можно. А это уж, по-моему, уже при России достраивали. Интереснее. Секундочку, я посмотрю, что здесь. Ой, смотри-ка, что. В общем, сказали, тут строители опросили, он сказал, тут будет Майами, продолжение того пляжа, что мы видели. Вот здесь и так гостиница будет, и еще два-три этажа наверх. Ну... Но только это еще неизвестно, говорит он. Тут за кадром. Мы его не показываем. Это не строитель, это Славик, он с нами. Подождите, вы мне можете сказать, эту стройку когда начали? Давно еще начали, она стояла зимой. А почему зимой все стояло, и в мае надо строить? Ну, видимо, по документам что-то надо было. Разрешение от кого-то получить. А-а-а-а. Полтора-два года назад. Понятно. То есть, ну, зимой стояла, да, стройка? Ничего не строилось. Ой, как у вас тут красиво! Это Приморский парк. Приморский? Это тот парк, который все время застраивают везде во всех средствах массовой информации, да? Что от Приморского парка ничего не осталось. В смысле, это жилой дом? Да. А, то есть я тут могу себе квартиру купить, да? Пожалуйста. Если почку продам, свою. Две, а может быть, это уже отродо. Почем нынче почки на черном рынке? Не знаю. А, тут фонтанчик будет, да? Вот, вот это строительные работы мне нравятся. Святочки сажают. Сейчас я приехала в акваторию, здесь открытие сезона сегодня. Хочу одним глазом глянуть. А, тем более, билеты достались по блату. Хорошо быть блогером. Я люблю акваторию. Честно сказать, я вообще-то и не знала даже, что в Ялте такое есть. В Ялте очень много, ну, на ЮБК вообще очень много развлечений, о которых я вообще первую слышала. Мне достался шикарный вид. Бассейн и горы. Очень красиво. Добрый день, у нас есть Александр Кузя. Какая красота! Мы сейчас едем на озеро Магаби, оно в виде сердца. Одноименное название с горой Магаби. Да? Да, многие считают это вулканом древним. Как бы место очень красивое, открывается вид на Ялту, такой божественный. Ну и где твой шикарный вид? Пока вижу озеро и крутые дома. Ну, тут просто надо чуть выше забраться, чтобы увидеть само сердце. Вот здесь вот этот мини-мыс такой, озерской. Вот, он как раз вот делает... А рыба-то есть, рыба есть? Рыба есть, да. Можно половить. Спортивная рыбалка везде разрешена по закону. Понятно. Я-то думала, сейчас вид будет на горы, Ялту, там все дела. Ну, там есть где посмотреть на Ялту. Сейчас посмотрим. Просто зеленью все заросло, сейчас же весна, лето. Ты что там смотришь? Вот смотрите. Ромашка полевая. Вот это вид. Ладно, Славик, живи. Вид шикарный. Мы сейчас приехали еще в одно место, теперь смотрим на Ялту с другой стороны. Скажи мне, как ты выживаешь в этих пробках? Это же кошмар какой-то, ужас. Вы представьте, конец апреля, это еще не май месяц. И мы сюда еле добрались, все вспотели. Ну да, машин очень много. Но кто живет здесь долго, всегда знают местные артерии. А, хитрый какой. Вид здесь, конечно, мы сейчас были с той стороны, теперь мы с этой стороны на Ялту смотрим. Да, там вот район Чайная горка. Ялта состоит на трех холмах, вот Юля может подробно рассказать. Да, мы были вот на том холму, это холм Дарсан, ой, господи, это Магаби мы там были, да? А, да, Магаби. Да, такой как вулканчик. Потом идет вот так вниз Чайная горка. Один холм, потом второй холм Дарсан по центру. И дальше там идет Поликур. Понятно. И какой тут у вас самый элитный? Ну, Поликур. Поликур, это сердце Ялты оттуда вот зародилось. Где Поликур? Вот там где, вот там. А, туда, да? Массандровский пляж там. А, ну короче, все, самая элита туда. Да? Понятно. Не, ну сейчас Приморский парк, конечно, там, смотри, вот все высотки вдоль моря там. Да, да. А здесь нормально, как по-человечески все. А там маленькие-маленькие такие шанхайчики. Короче, мы сейчас объехали две чебуречных и одно кафе, хотели покушать. Где обычно как бы заходим и кушаем чебурек. Все закрыто, еще не сезон. В итоге у ребят был какой-то йогурт, и мы сейчас пьем йогурт. Что ты про парковки хотела рассказать? Я хотела сказать, что в Ялте парковок платных только три. Это возле Орианды, гостиницы, возле кинотеатра Аймакс. Так. И улица Краснова, это как въезд в набережную, к набережной, улицу Морской. Подожди, я на центральном рынке вот клубнику покупала на той неделе, с меня деньги взяли за парковку. А тебе чек дали? Не помню. Просите чек. И просите чек не бумажку выписанную от руки, а которая через... А, фискальный такой. Фискальный, да, чек. Они его не дадут. Обманывают враги. Посылать. Посылать, просто, говорит, иди ты. А если колесо проткну? А это уже другой вопрос. Да? Да. Николай строгого режима. В смысле? А что тут строгого режима? Сейчас увидишь. Интрига какая-то. Мы идем и что-то должны увидеть. А, то есть мы сейчас все это время идем по береговой линии, как туристы, да? Да. А, но тут закрыто, потому что санаторий. Ну, военные санатории, да. А, но они всегда закрыты. И КСО, и ФСБ, тут все в перемешку, блин, все закрыто. Воу, вообще колючая провода. Вот они новые заборы. Кстати, вот такие же точно у нас на автовокзале в Ялте. Люди совсем недовольны. Думаю, что негоже встречать туристов такими заборами. Ну да, как будто объект строгого режима реально, да? Ну, это непонятно, зачем вот эти. Вот эти листы недавно поставили. То есть вот это стоит уже как бы давно. А. А вот эти листы. То есть и что там. Не дай бог, какое-то золотое тельце. Вот тут детская площадка. А, они боятся, что кто-то детей. И что, и вот это санаторий, да? Да, вот этот камень такой классный, да, Юль? Чтоб не вводить людей в заблуждение, забор тут был всегда. Ага. Единственное, вот этот лист. Он просто закрывает вид, и просто вот идёшь, и реально вот. Сущим он ставит. А еще? Антитеррористические меры. Это вот всё под предлогом антитеррора, всё сейчас где-то делается. У нас что, самая террористическая зона, в примере? Парки Львов-Тайган были. Вот сверху кто проходит и смотрит на нас. Сверху там люди, а мы сейчас и Львов такие. Ррррр. Не, я говорю, всё было бы классно здесь, если бы сделали вот эти зелёные, да, стены, ну, вот-вот, бьеном, плющом. Да. То было бы более-менее. А так, конечно, запах туалета и... А что, это единственный проход на Леваде? Можно сверху поехать, выйти на Леваде. А, ну уже на машине, а пешком? Да, через Левадийский дворец спуститься. О, всё, вздохнули. Чё, вот это пляж, да? Пляж Леваде. Всё так же. Кофе. Никто не хочет за него браться. Может быть, в этом году мы сомневаемся, что опять... Но потому что сюда дойти, извини меня, это надо столько всего претерпеть, чтобы сюда дойти. Если там пляжи полные даже сейчас, то здесь вообще никого нет, кроме мусора. Железо там торчит что-то. Там штыри какие-то, но... Никто не хочет браться за эти пляжи? Мы с того ещё года говорили, что не хотят брать в аренду. А кафе здесь есть летом? Вот это летом так и простояло всё. Вот так вот закрыто, да? Да. О, пойду посмотрю. Вот это, да, ролик можно назвать «Печаль Ялты». Кошмар. Это будет очень много просмотров, но я не буду так делать. Но потому что это реально, это кошмар. Но это же Ялта. Вообще вот это ржавое всё. Леваде. А звучит, как я всегда думала, Леваде. Ужас. Тут сверху Левадейский дворец. Тут парк. И люди такие приезжают, в парк сходили. Так, знаешь, мы на пляж Левадейский. Да, да, да. И тут такое... Бабабабам. Вообще. Приходят и так загорают, купаются. Апокалипсис какой-то. Ещё это вот так вот и было, да? Тут заброшка даже здесь. Ужас. Ужас. Там дальше есть лифт, который поднимается к Леваде. Но он тоже не работает. Работает ли он сейчас, да. В прошлом году не работал. В позапрошлом работал, в прошлом и не работал. Да. Это печально. А вон там что за чёрные здания? Пошлите посмотрим. Это, видать, тоже как-то ужас. Может, всё-таки твой ролик кто-то посмотрит из инвесторов хороших и займётся. Пусть ряду, тебя же сделают из него. Более, тут дворец. Инвестор, мы ищем тебя. Ялта плачет. Она просто рыдает. Она уже слезами умылась. Вообще не говорит о всём. Не, а со стороны смотрите так. Кажется страшно, а ближе подходишь. Нормально так. Тут обратили внимание, что вдоль этой реки расположился туалет. Ребята говорят, не, ничего, мы не думаем, что всё стекается в море. Но просто подозрительно, зачем делать туалет рядом со стекающей речкой. И ещё один нюанс. Я уже иду, не знаю сколько, хочу выкинуть мусор. Мусор здесь негде выкинуть. И вот что происходит. Вот посмотри. Это всё происходит, потому что кто-то нёс-нёс и не донёс. Понимаешь? Праведливости ради, нужно сказать, что санатории здесь всегда были огорожены. Потому что, да, считается, что при Украине, что при России, если пляж лечебный, то он может быть по закону закрыт. Ну вот и всё. Такие вот у нас заборы строят в Крыму. Ты говоришь, ещё где-то, да, забор? А, ну этот всем известный между Оливой и Кострополем шестиметровый забор. Ну это я проезжала, показывала. А, Госудача, Администрация, Президент всё-таки? А то я не знала. Госудача там была всегда. То есть там всегда была правительственная... Короче, шестиметровым забором отгородилась у нас администрация. Ну всё, в общем, уезжаем мы от ребят. С душой из Ялты. С вами сегодня была Алена Бордовская. Ялта, видите, совсем с другой стороны. Не с привычной набережной или Массандровского пляжа. Но тоже нужно, тоже полезно. Всем пока. Подписаться не забудь.